Приветствую, друзья! Вы в гостях у Екатерины и у меня вопрос. Как чувствует себя ваше растение? Сегодня 21 августа. И если посмотреть на растения в доме, ну им довольно-таки вольготно. Даже смотрю, что оксипеталум раскрывает второй бутон в своей жизни. И, конечно, вопрос. Какая температура в оранжерейке, если на улице 36 градусов? Ну, приглашаю посмотреть. 30 градусов. А зимой обычно 14-13. Представляете, какой перепад для растений. Ну, хорошо, если обратить внимание, плющ закрывает эту часть оранжерейки, и солнце не так сильно палит на находящиеся здесь растения. Эта часть оранжерейки, конечно, больше открыта, и, по всей видимости, здесь температура немного выше. Что предпринять? Конечно, лучше опрыскивать растения, так как тяжело им дается такая жара, и следить, чтобы грунт не пересыхал. Вот здесь уже очень сухо. И что я делаю? Я беру горшок, отношу в ванную комнату и хорошенечко пропитываю его водой и оставляю на одну треть горшка в воде, чтобы и растение, и грунт хорошо пропитались часа на два, на три. Если растение выглядит хорошо, помните, я пересаживала это красивое растение, сингониум. Ну, даже если не помните, посмотрите ссылочку. Оно чувствует себя неплохо. А посмотрим грунт. Ну, грунт тоже слегка влажный. Конечно, если слегка влажный, не обязательно устанавливать в емкость с водой горшок. Можно просто хорошо полить и пробрызгать. Но если грунт сухой, ну, здесь нет, не сухой. Помните, я говорила, на глубине два сантиметра, если грунт влажный, растение можно не поливать. Ну, и оно, конечно, радует своим видом. В этом году я пересадила растение в один горшок. Советик, следите за растениями. Вы поймете, хорошо им или плохо. И, конечно, принимайте меры. Опрыскивайте, своевременно поливайте и удобряйте. Но удобрять надо только на влажный грунт. Это совет не для всех любителей растений, а для новичков. Всего доброго. Любите ваши растения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!